Шрек это мультфильм, который как будто был создан не для детей. Обычно авторы делают мультфильм в большей степени для деток, но Шрек это мультфильм, который интересен также и взрослым. Шрек умеет подавать взрослые моменты и шутки, и при этом оставаться понятным мультфильмом и для маленьких обожателей зелёного любимца. Что, конечно, интересует и взрослых, и детей. Сегодня покажу вам все взрослые моменты в Шрек навсегда, и вы поймёте, сколько сцен выпускают дети, и насколько может быть взрослым и в то же время оставаться для детей мультфильм. Добрый день, с вами я Санчес и сегодня покажу вам все взрослые моменты в Шрек навсегда. Поехали! Шрек навсегда это продолжение франшизы Шрека и истории того самого Огра на болоте, которые уже спустя время с третьей части снова переехали к себе на болото. Чем больше частей делала студия по Шреку, тем взрослее стал подаваться мультфильм. Поэтому я уже не буду замечать хлопки по заднице или ругательство, но покажу вам по-настоящему взрослые моменты, которые точно заметят взрослые. А вот дети бы не обратили даже внимания. Взрослые моменты в Шреке навсегда стали еще взрослее и стали еще более интересными. Поэтому уверен, моментов пошлых и намеков будет много. Давайте их рассмотрим. После начала нам показывают насыщенными домашними делами моменты, как Шрек пеленает детей, укладывает спать и все такое. Особое внимание авторы заостряют на третьем малыше, Фергюсон, который поначалу кажется, что описал отца. Хотя на деле оказалось, что он просто облил его водой, благодаря рыбке. Уверен, авторам хотелось показать именно справление детской шалости на отца. Но цензура бы такой явно не прошла. Поэтому выкрутились, но момент взрослые поняли. Кажется, мой маленький Фергюсон немного... После нахождения особого правила договора Рупельштильского, где написано, что чтобы расторгнуть контракт, нужен поцелуй любви, осел смотрит на Шрека и говорит «Эй, ты бы хоть на ужин пригласил сперва». Их вечные шуточки с поцелуями и с представаниями появляются даже в той вселенной, где осел полностью не помнит, кто такой Шрек. Понятное дело, взрослые оценили этот юмор. Мол, парень намекает на поцелуй другому парню. Пускай и ослу. Поцелуй любви. Эй, ты бы хоть на ужин пригласил сперва? Дальше, когда Шрек находит платок, он сует его к носу осла, говоря «Ищи понюху». И осел что-то учуев, говорит «Я учил что-то аппетитненькое, сладенькое и вкусненькое». Шрек в это время говорит «Фиона», как-то летая в облаках, а потом понимает, что это все говорил осел и приговаривает ему, мол, ты говоришь о моей жене. На самом же деле, осел учил просто вафли, а Шрек думал, что сладенькое в представлении осла – это Фиона. Эту сцену тоже поймут лишь взрослые, особенно учитывая, насколько быстро она кончается. Дальше, когда проходит первое знакомство с Фионой из селенной Рупель-Штильского, которая никогда не встречала Шрека, осел говорит Шреку «Ну, теперь я понимаю, кто в вашем доме настоящий. мужик», намекая, что Фиона доминирует над Шреком, и Шрек – обычный каблук. Понятное дело, Шреку это сразу не понравилось. Вы можете наблюдать это по его взгляду. «Это твоя жена?» «Это моя жена». «Ну, теперь я вижу, кто у вас в семье настоящий мужик». После того, как осел и кот спасли от Крысолова и его музыки Фиону и Шрека, они упали с обрыва и попали в воду. Когда на берегу все стали пытаться отряхнуться от воды, кот лениво сказал «Осел, может и меня заодно?», намекая, что он не может облизывать себя из-за жира. Когда прозвучал отрицательный ответ, кот включил свои глазки и уговорил осла облизать его. Вы, думаю, сами поняли намек, что один просит облизать себя. Выглядит это по-взрослому. Когда Румбельштерский попытался найти Шрека и у него в очередной раз не вышло, это даже с Крысоловом, он решил попросить найти Шрека с помощью граждан города, пообещав им большую награду. Но свой любимый договор. Это все сделано со спецэффектами и радужными декорами. Это намек на рекламу, где также можно якобы быстро разбогатеть, на которую клюют часто люди, понимая, что их обманули только тогда, когда они потеряли большую сумму денег. Авторы умудрились показать негативную рекламу и намек на нее, который смогут понять лишь взрослые. Дети просто этой сцены не поймут. Полное абсолютное счастье. Ошеломляющее лучезарное блаженство. Все ваши мечты. Все, что вы только захотите. После того, как Шрек встретил пряню, который попытался захватить Шрека для Румбельштильского, ну, видимо, наслушался он его обещаний про договор и так далее, Шрек пытается объяснить ослу, почему это неплохая идея спасти Огров и в целом ситуацию. Но вот зря они отвлеклись, ибо кот сожрал пряню. Выглядит это такая сцена очень даже жестко, особенно понимая, что этот пряня с самой первой части. Становится еще грустнее за него. Сцена явно не для детей. Так, пряня, расскажи об этой. Оу, ты сам хотел его съесть? Может, кто заметит, но авторы оставили явную отсылку на троянского коня в виде шара, в котором полно Огров. Это историческое событие, по сути, перенесли в шуточную форму, ибо Огры, огромные, сильные, тихонько пытаются уместиться в шаре, чтобы их не заметил крохотный Румбельштильский. Я думаю, исторический намек дети тоже не поймут. Дальше, когда Шрек попадает вместе с ослом в логово дракона, ему необходимо спасти Фиону из цепей, он кричит ослу, осел, приласкай ее. Удивленный взгляд осла не удомевает от слов Шрека, особенно, когда Шрек подтверждает, что приласкать нужно свою жену. Этот момент станет интересен в юморном плане для взрослых, а вот дети снова пропустят такую взрослую сцену. Поцелуй в засос у осла получился очень ярким, ведь его чуть не проглотил дракон. Но осел с видом альфа-самца крикнул ей, мол, он ей позвонит. Мол, так все и планировалось, подчеркнув, что у них любовь. И да, я знаю, что вы можете спросить, почему румпельштиль с кем, а не румпельштиль с хем, когда, по сути, это так правильно. Но в той озвучке, в которой я смотрел, говорит так же, как, по сути, говорю я. Да и мне уже удобнее говорить румпельштиль с кем, а не пытаться как-то язык ломать и говорить румпельштиль с хем. Думаю, вы меня поняли. Это просто небольшая такая поправка, чтобы вы не думали, что я ошибся в произношении такого персонажа. Дальше, после победы над румпельштильским и возвращения в свою вселенную, Фиона на празднике дня рождения Шрека поет традиционную песню, взрывая птицу. Ну, как было в первой части. Но потом они решают взорвать и Фи-Фи, гусыню главного противника. Учитывая, что у них сделать это получилось, и они убили ее, начав смеяться, сцена кажется совсем не детской. Особенно учитывая, что они заставили его танцевать благодаря крысолову. Даже несмотря на то, что румпельштильский был злодеем, даже такого исхода его подруги я не ожидал. Сцена выглядит очень жесткой и явно не для детей. Наши главные герои, по сути, радуются смерти другого персонажа. Дальше, после полета, видим, мы видим, как все взлетели благодаря метле, как по сказке. Но вот у одной взлететь не вышло, ибо она, оказывается, все это время сидела на носу у Пиноккио. Это такой намек, мол, она села ему на лицо или как Дримворкс. Видимо, решили, что до субтитров дойдут только взрослые при просмотре мультфильма. После этого мы видим момент, когда слепые мыши идут по красной дорожке и их выкидывают в мусорку, сметая, как мусор в совок. Учитывая, что эти крысы слепые, это вообще выглядит, как оскорбление инвалидов или хотя бы неуважение к ним, ибо мыши не видят, куда идут. И поэтому такое движение от людей выглядит крайне жестко. И момент выглядит взрослым. Шрак навсегда стал еще взрослее. Наши герои уже выросли, и теперь их семейные заботы стали главной частью мультфильма. И эта часть нам дала понять, как важно ценить, что имеешь. Посыл у мультфильма стал намного мудрее, но и авторы не могли обойти взрослые моменты. Поэтому добавили также больше именно тонких взрослых моментов. Это не шлепки по заднице, или ругательство, или там приколы с изменой, а намного более интересные моменты, которые были сделаны не для детей, а для взрослых. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Как я и говорил, 500 лайков, и новое видео будет ходить активнее. И также не забывайте подписываться на друзей, у них крутой контент, я думаю, будет приятно. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, и пока.